я и ничего не делаю такого что жаловались мало ли это ты понимают теперь где понимаешь демократия такая можно ничего и не делать на вас уже пожалуются в нормальной демократии проверят и если там нет поводов ничего не будет где же вы видели нормальную демократию нормально ну давайте так есть идеалы к чему можно стремиться да у вас ел какая страна идеал идеалы до идеальной нет страны идеи только в голове и люди к ним стремятся вот кто-то больше кто-то меньше достигает результатов согласен но на какую страну будем ориентироваться с точки зрения демократии но я бы сша взял например сша вот я 30 лет живу в сша давайте значит расскажите мне почему надо ориентироваться на демократию сша так ну ориентироваться ли на сша или ну или почему и или ориентироваться ли давайте давайте так я бы я сказал бы что вообще заниматься копированием ну есть более лучшие способы чем просто копирование никогда не получается даже с точки зрения скопировать фильм не в не очень-то получается да можно взять основу как говорится сценария но я согласен а вот вдохновляться хорошее это вот очень хорошо и мне издалека конечно в сша не был но мне издалека кажется что там очень много хорошего у вас вот я здесь очень много хорошего я ничего не говорю мне просто интересно что вам кажется ну да теперь что вот представьте себе такого давайте так ну говорится просто философский порассуждаем вы такие проснулись и говорите вот мне кажется в америке хорошо и леглись вернее спать и потом проснулись мне сегодня приснилось все то что мне кажется об америке что там хорошего мне сегодня приснилось у меня вопрос от чем приснилось ну давайте отлично отлично зашли постарались чтобы полет фантазии даже было не стесняясь ну возьмем так широта возможностей основанная на на отсутствие подавления проявление проявлений индивидуальности как это если человек как-то хочет что-то попробовать новое эдакое что-то интересное ему кажется вот так вот как-то каким-то особенным образом правильно он не он не встречает сопротивление в обществе если это не не мешает другим и в итоге он вот ну в итоге происходит естественный отбор хорошие идеи приживаются плохие отмирают и этого никто не замечает ну и ладно но в результате вот сша изобретает искусственный интеллект что еще во многих областях лидером является очень даже под запись я пункты ваши записываю мне же интересно это конечно ну ладно вот старенький я могу забыть потом найти на чего что вы говорили меня вы меня подшучиваете сейчас наверное дни не я не хочу не сильно вылета до хера и господи в чем я поля брежнева помню так что лично вот так что а и многие люди которые способны строить карьеру попадают сша и реализовывают там предпочитают реализовывать в сша чем в другой обладает стратегическим ресурсом высоким уровнем жизни высоким уровнем человеческого развития что делает привлекательных для лидеров специалистов в разных областях и вообще становится лидером в развитии побеждает технологической гонки вот к чему это все приводит независимость открытость судов к этому приводит вот невысимость судов да мне вот так видится это все это причины это причи это причины причины до причины того что есть сша высокий уровень жизни основа это того что самое главное что в сша высокий уровень жизни относительно чего высокий но вот вы относительно чего у вас скольки комнатная квартира в москве же а вы в краснодаре да да понятно не просто моя шпионская сеть показывает что вы в краснодаре я все-таки то пожалуйста этот самый как его а как вот я в лас-вегасе живу штат невада вот прям в лас-вегасе да я не понимаю как в сша выше уровень жизни чем допустим в сочи если какая-нибудь двух трехкомнатная квартира в сочи стоит дороже чем мой дом так у кого высший уровень жизни так но мы чего отдельных отдельные случаи берем или как-то нифига не отдельный город мы берем город и город сравниваем город и город почему не страну и страну ну давайте и страну вместо давайте ввп и к этому сыру есть есть штаты или города где допустим давайте так давайте так я не живя там это моя мечта его а я то здесь не и чуть-чуть это просто моя мечта ничем не ни на чем не основанная мне так хочется да получается вы мечтаете о того о том чего нет но что есть я не проверял а я вот здесь почти я вам сказал уже я здесь почти 30 лет помню ссср помню развал помню перестройку помню всякую чухню помню 9 самолетом после старенький самолет прожжет самолет это дуглас да это от того которого который потом говорится еще в тридцать девятом году передали корица но наши купили нам нужен был такой гражданский тоже самолет в истории нашей родины моей родины и вашей а вот как говорится на основании этого потом сделали еще и у значит 14 и так дальше и так дальше но это другая это про самолет давайте не будем уходить давайте я просто в авиации служил поэтому для меня самолетики прикольно вот так тем не менее получается вы мечтаете о том чего нет о том что я предполагаю что она так не вы прям утверждаете что его этого нет ну я вам сейчас объясню да я я же человек мальчик девяностых говорится скажу да я еще и обосную а вот но изначально получается что вы мне вот эта вот ситуация как вы сейчас сказали это кстати я бы сказал это такое заражение головного мозга у многих людей не только в россии в украине и душе вот те кто стремятся куда-то вот там на запад что в первую очередь везде на западе везде и все и у всех высокий уровень жизни а далеко но я уверен что не везде не у всех это как так получается хорошо так подумать смотри и в россии люди есть которые живут достойно и в америке есть люди которые живут достойно и наоборот и наоборот но суть то не в этом общая масса если ты говоришь как общая масса допустим в америке ну да микрорайонов которые так скажем выглядят достойно но выглядят лучше вот даже вот если попадешь в мой микрорайон скажу классно но если так разобраться я живу фанерном доме вот это вот понимаешь у нас дачи так строят особенно у вас краснодаре каркас как говорится и тому подобное и это дешево и да только продаются это за большие деньги а дальше на народ по говорится подсаживают под так называемые всякие пейменты за это платишь зато зато кредиты и так дальше и так дальше и в результате принципе здесь все живут я бы сказал почти в рабстве то есть основная масса основная масса это процентов 70 наверно я не статистик я так утверждаю потому что кого я все знаю объективно да они все вот и сейчас вот допустим хлобысь невероятный виток инфляции которые в америка никогда не видела им теперь схема сколько процентов процент инфляции инфляция сколько процентов ой это мой любимый вопрос официально может быть 678 не только одно непонятно как считают они проценты это я всегда на работе у себя прикалываюсь игру если вы сказали что у вас инфляция там до 8 процентов то каким образом бензин который стоил 3 доллара теперь стоит 5 это как как это вы так посчитали что это 8 процентов яйца которые стоили доллар 2 упаковка теперь стоят 8 10 объясните мне как считается эти 8 процентов по каким правилам математики вы считаете это но это вот официально так поэтому когда вам я я думаю можно взять или где-нибудь в газетах это все показывают вы конечно это смотрите но обращайте внимание на реальности понимаете но кроме яиц и независимость судов независимость судов вы сказали мы сейчас только что видим когда просто про инфляцию не закончили а вы не закончили ну хорошо что вас там ничего интересует вне инфляции но кроме яиц и бензина вы на что-то обращаете внимание конечно на том же уровне осталось конечно на том же уровне не знаю чего осталось машины блин которые здесь копейки стоили теперь хрен купишь надо переплачивать еще на дилерской мне нафиг за машину я куда-то своей жизни работал на такую компанию не санвест продавал машины вот я четко понимал что любой человек который приходит как говорится покупать машину ему надо скидку дать а сейчас мы дожились до того что есть такое понятие в автомобильном бизнесе msrp а вот это грубо говоря если вот цена которая вот от которой отталкиваются да ну по-разному можно это объяснять но суть не в этом а теперь теперь в дилер берет еще в наглую на это накручивает несколько тысяч потому что якобы нехватка там чего-то машин на рынке и тому подобное а на самом деле это просто развод картельный сговор но если честно да а страховая компания несмотря на то что ты вроде бы ничего плохого не сделал берете все равно тебе повышает как говорится страховку ты же чуя то они это вот у нас повысилась ну я рад что у вас повысилась а почему допустим там 25 лет назад в америке когда америка была еще америкой если я ничего не нарушал этому подобное я приходил допустим а мне говорили а теперь за следующие полгода вам скидочка выше хороший выше никого не задавили ни белого ни черного я правда не знаю какая скидка была бы за белого и какая скидка была бы за черного может она разная а вот но в стране демократии скорее всего за белого было бы меньше скидка потому что теперь если честно белый особенно мужик вообще никаких прав не имеет потому что даже белая женщина может сказать что как так вы меня ущемляете как женщину к обздец белому мужику а если уже не дай боже эта женщина еще будет и не белая ну тогда вообще удачи хорошо это уже я приближаюсь подождите подождите чтобы чтобы долго не говорить об этом это я уже приближаюсь с независимости и справедливости судебной системы которая поверьте мне просто за то что вы будете теперь выглядеть разного цвета отдаст на всякий случай не просто не с точки зрения справедливости они дай боже кто-нибудь запрыгает и начнет опять какое-нибудь движение сделает вас как говорится виноватым пример нужен да пожалуйста вы же видели этот пример когда полицейский полицейский офицер арестовывал наркомана дебила и кретина до жестко по всем понятиям нельзя задушить коленки человека вот да ему было плохо ни хрена себе если ты заглотил наркоту которую ты там хотел продавать чуть хорошо должно что ли было быть и полицейского судили на 20 лет что просто блин нафиг как говорится определенной массе так скажем не белого населения которое кричала жизнь кошек и собак не важно я утрирую вы надеюсь понимаете меня то мы тут и лишнее очень скажем нас заблокирует вот так вот его осудили за то что человек исполнял свои служебные как говорится но обязанности и делал это все правильно чуть жестко ну да а как еще что позволило просто как говорится это мы недавно совсем несколько дней назад наблюдали как судили президента страны это же вообще вообще абсурд почему абсурд нормально а это разве не абсурд нет да это у вас у вас судебные заседания открыто происходит или за вот самое интересное а вот именно это заседание почему-то сказали хрен закрыто будет так это что демократия что ли подождите подождите а ждать да как-то надо мне вновь убедиться что вы меня не обманываете ну зачем мне вас обманывать как такового суда все перенесли все это самое отпустили пока мисс человек как говорится до декабря 2013 года потому что суды в америке длятся очень долго это выгодно это выгодно не для людей которые судятся это выгодно для адвокатов это бабло поэтому это можно переносить брать залог и так дальше и так дальше судебная система здесь великолепная великолепная с точки зрения сбора бабла и опускания человека кажется вдрызг если у человека есть что забрать поверь мне заберут все привожу пример из собственной жизни авария авто авария в которой виноват мексиканец он оказывается полулегал нелегал представляешь и нет у него ничего это он виноват был в этой аварии как ты думаешь что происходит да не вообще не внимание в связь кейс весь то есть ну то есть весь пакет этих документов до переводят на компанию ну то есть так уж получилось что в этой аварии еще в этой крыльце свалки был грузовичок компании большой корпорации и все туда перейдут потому что корпорацию можно раздеть и оттуда получить денежку и по фигу на справедливость лично прошел эту ситуацию так что поверь мне тут еще то же самое я не говорю что плохо мне очень нравится что можно прийти в суд и где-то что-то объяснить но 25 лет назад если ты где-то даже просто говорится нарушил скорость до приходишь тебе говорят 200 долларов там у тебя штраф или иди на суд приходишь на суд и раньше только потому что ты пришел на суд судья уже понимал что ты не пошел на работу что ты уже что-то потерял и так дальше и так дальше ты еще пришел и как говорится я виноват извините они тебе делали скидку причем серьезные вот честно слово 15-20 лет назад ты приходишь тебе половину тут же скидывали говорили ну хорошо если ты понял все иди плати вот половинку туда все вот так это почему-то сейчас этой скидки не делают вообще и и доказательства заметь полицейского здесь только потому что он тебе выписал этот ордер здесь никто тебе не показывает как у нас это делают советском союзе копию там этого самого с радара и тому подобное ничего этого нет вот почему-то значит ему надо верить а ты говоришь да нет я ехал нормально все твое слово против слова полицейского не значит ничего вообще я могу тебе много привести интересных как говорится моментов настолько у нас с тобой не хватит времени да извини просто бежать надо мне еще хлебушка надо купить у меня уже темнеет дальше как я ну ладно про высокий уровень жизни опять-таки и все относительно реализация карьеры реализация карьеры молодой человек здесь сводится к тому есть у тебя денежки на учебу или нет потому что платить там 50 60 тысяч в год за обучение в университете может не каждый правда можно взять кредит правда но не всем не каждому его дадут если у твоих родителей и у тебя не испорченная кредитная история что больше половины у людей у них испорченная больше 50 процентов у людей я работаю с этим я уберу иногда документы и смотрю а у человека не выплаченный лон раз-два раз это самое отключится человек я докончу мысль а у человека который там лет 40 ему да допустим да ладно 40 50 блин он до сих пор выплачивает студенческий лон он так и называется студент лон почему но выплачивая это был допустим он закончил кого-нибудь университет 25 лет и еще выплачивает да потому что он не мог выплатить в срок и перекладывал эти как лица выплаты на эти выплаты на это передвижение срока на оттягивание срока на набежали еще проценты так как с кредит картой это никогда уже нельзя выплатить практически что он там еще сказал мне сша изобретает ну что то да а чё нет ну да но она еще очень классно все скупает в отличие от дебилизма который допустим в той же россии или в украине творилось когда есть четкая идея туда все воплотить невозможно они за копейки это все продавали сюда такая компания как boeing скупал очень многие и до сих пор скупает идеи в самолетостроении не для того чтобы стать у себя внедрить а для того чтобы положить на полку внедрить бы они тоже бы хотели но для этого надо перестраивать войск он вер или еще кончухню и они скупают идеи чтобы этого не случайно не появилось у кого-то понимаете что просто это не появилось у конкурентов пускай не лежат на полочке пока максимально не выжмем прибыль из как говорится тех инвестиций которые уже инвестированы в создание именно этой линии там ну части линии конвейера или еще чем я думаю вы понимаете сопротивление в обществе это чё ну было до сопротивление это опять-таки молодой человек сказал жалко что он меня сейчас не слушает ему стало видать неприятно что я его хрустальный замок начал рушить сопротивление в обществе не будет в этом обществе больше никогда сопротивление и мы это прекрасно видим поддержки корица президента которого судят мы это прекрасно видим в других местах где люди нормальные должны выйти за нормальной ценности почему потому что общество разообщили раскололи на всякие теперь у нас зеленые синие красные белые черные хер победи как говорится женщины полуженщины так дальше все это теперь не единое целое не будет больше здесь никакого сопротивления общества как это мы допустим наблюдали или можем наблюдать еще на каких-нибудь архивах видео архивах когда люди выходили против войны во вьетнаме не будет потому что сейчас по логике все это общество должно было бы выйти из какого хрена миллиарды летят в украину вместо того чтобы помочь полиции первую очередь навести порядок везде в конце концов американские легендарные дороги восстановить которые расхерачены теперь почти везде я ничего не хаю я просто всего лишь говорю как есть и не злое не надо мне писать комментарии что я типа там каким-то тут я просто устал уже сюсюкаться надеюсь вы мне понимаете поэтому пишите мне комментарии задавайте вопросы обязательно подпишитесь пожалуйста распространяйте видео то есть делайте репосты мне это очень нужно если вы хотите тем более мне помочь помогите блин ну вот особенно своими лайками и комментариями и репостами я это эти видео делаю в первую очередь для ваших друзей и детей ну для вас чтобы вы понимали чё к чему вот но самое главное понимаете чтоб вокруг нас не запрыгали как это сделали в украине всем понимание спасибо за внимание пока пока